Мы в прямом эфире с дубля второго, потому что приходят срочные новости, о которых мы не можем не сказать и вы их должны знать в первую очередь. Поэтому мы прямо сейчас объявим о новости следующей. Сегодня Вениамин Кондратьев написал следующий указ, что власти Краснодарского края разрешили и после 1 августа селить в отеле не только привитых, но и переболевших. Это очень важно, поэтому если вы вдруг переболели коронавирусом, то наконец-таки и в этом есть позитив, то что вас поселят в гостиницу Краснодарского края без ПЦР-теста и без сертипатата о том, что у вас есть период. Ну, по ПЦР-тесту, но без сертипатата обреки. Если перевалили не более полугода назад, вы можете сдать ПЦР в августе и заселиться по тесту ПЦР. В гостинице Кубани отрицательный тест на ковид при заселении не потребуется детям до 6 лет. Это тоже постановление. Это очень хорошая новость, потому что до этого была информация всем заселяющимся и детям в том числе. А детям до 6 лет тест ПЦР не нужен. Ну и переболевшие ковидом не более полугода назад туристы смогут заселяться в гостинице на Кубани без ПЦР-тестов и вакцинации, сказал губернатор. Поэтому это вот такие новые новости, которые, безусловно, вас обрадуют. Ну и следующая хорошая новость, чтобы сразу начать эфиры максимально позитивно, я хочу сказать, что в аэропорту Сочи открылась прямо точка экспресс-анализа, по-моему, вы можете прилететь в Сочи. И даже если у вас нету, значит, ПЦР-теста, сделать его и в течение двух часов получить уже результаты и, соответственно, ехать с этими сертификатами заселяться, например, при Пойспаре. И едете, вы получаете тест, результаты теста и заселяетесь в Адрике. Очень позитивные новости и как без них. Мы начинаем тем очень важным, как вы уже поняли, это новые правила заселения в гостинице на курортах Краснодарского края, которые уже вступили в силу. Соответственно, мы переходим к вашим вопросам, а правило следующее, что с 1 июля вам нужно предъявить ПЦР-тест, куда бы вы не заселялись, не только гостиницы, дома отдыха, санатории, пансионаты, то есть везде нужен ПЦР-тест. Не забудьте об этом. Даже если вы проживаете на территории Краснодарского края, если у вас прописка Краснодарского края, вам все равно нужен при заселении отрицательный ПЦР-тест. Всем заседающимся необходимо иметь при себе тест. В общем, хотите заселиться в гостиницу без проблем, ПЦР-тест и гриб-перед. Он сейчас делается очень быстро. Как Рома сказала, что я не знала об этом, что есть экспресс-тест в аэропорту в течение двух часов, он готов. Ну, а так, в принципе, в течение суток полутора, после того, как вы сдали, вам приходят электронные бочки. Вы сдали тест, сели в автомобиль, на поезд, в самолет и на следующий день он уже готов. Нет куды без добра, иными словами. Поэтому, да, ну, как бы, пока Лена вот открывает вопрос, я хочу... Вы знаете, вот в жизни есть ситуации, когда мы должны быть реалистами и посмотреть на ситуацию, которая произошла, по-другому. Ну, вот мы от коронавируса, понятно, не денемся, и он есть, и это не шутки. И все-таки давайте посмотрим на то, что, например, вы приехали в гостиницу с ребенком, а хотели бы вы, чтобы рядом с вами поселился человек, который болеет коронавирусом и заразил либо вас, либо вашего ребенка. Я думаю, что это не очень хорошее развитие событий, поэтому и на эту ситуацию можно в том числе и так посмотреть. И на самом деле это все очень серьезно, потому что, ты знаешь, как говорили у вас другом из Питера, он говорит, в больнице Питера реально забит. Они еле нашли там метро. А у нас все спокойно. В Лазаревской даже без этих правил, в принципе, минимальное число заболеваний. И давайте поддерживать эту ситуацию именно вот в таком вот зародочном состоянии, чтобы больше ничего не провоцировало заболеваемость. В том числе это поможет эти новые правила, ПЦР-тесты и так далее. Поэтому все не просто так делается, мы должны к этому правильно отнестись, просто правильно отнестись. Итак, мы переходим к вопросам. Что там люди спрашивают, что им интересно? В каком виде нужен ПЦР-тест? Справка синей печати из лаборатории или просто достаточно бумажки, которые присылают на почту с результатом? Или нужен QR-код? Мы едем на машине и время 72 часа, в этом случае, играть против нас по интимунике. Вы можете предоставить как на бумажном носителе, так и в электронном формате. То есть показать нам тест, который вам прислали из лаборатории на вашу почту. Показать, ну то есть вы отправляете нам на почту. 72 часа, очень важное уточнение, 72 часа с момента получения справки. Это написано в постановлении губернатора Казахстанского края с момента получения справки. Вы сдаете тест за день до того, как выезжаете. Утром рано выезжаете, в следующий день после того, как сдали, он у вас готов, и у вас есть 3 дня, чтобы доехать до отеля. Ну, наверное, мы все не успеем. Ну, то есть 3 часа на дорогу, 3 дня на дорогу у вас. Мне кажется, это непосредственно. Ну, рассчитывайте время правильно, потому что вы понимаете, вот тут какая проблема есть. Мы смотрим за вашими сообщениями, за реакциями на ресепшн порой, и иногда такая реакция, как будто мы сами придумали, чтобы, знаете, вот мы ввели эти правила, и вот это наша классная инициатива. Нет, мы просто следуем в бухле закона и делаем так, как нас просят власти. Поэтому мы ничего не можем поделать. Мы можем максимум сейчас донести до вас информацию, посоветовать, порекомендовать. Круто принять в этом, можете не сомневаться у нас в отеле, но не повлиять на законы, и пока что мы это не в силу, да. Поэтому мы придерживаемся всего лишь закону. Да, и что важно, это постановление и вообще эта информация у нас появилась, какого, 26 числа, 25 июня. То есть не так давно. И, естественно, когда вы бронировали в мае, допустим, в апреле, у нас не было этой информации, и мы всем озвучивали, что пока на данный момент никаких постановлений и предписаний по этому поводу нет. То есть какие справки, документы нужны для заезда, у нас этого не было. Это вышло буквально 4 дня назад, 25 или 24. Да, вот в этом режиме времени. То есть бывают такие вещи, они происходят там, ЧП, и мы реагируем так, как нам говорят. Вот следующий вопрос, что вы поставите? Скажите, пожалуйста, если мы приедем в июле с ПЦР-тестами и до 7 августа, мы не прибиты, как тогда 1 августа выезжать? Это постановление действует именно для заселяющихся. То есть если вы проживаете в августе, вам прививки и сертификаты не нужны. Эти правила действуют только для заселяющихся. Если вы заселяетесь в июле, вам необходим ПЦР-тест, выезжайте в августе, вам ничего не нужно. Если вы заезжаете в августе, то уже тогда вы получите результаты. И более подробно мы чуть позже обсудим, что нужно в августе и какие изменения происшли. Вот только что. И там я видела какой-то вопрос. Ты можешь ли это уйти? В первой части вакцинации достаточно, не мыслить дополнительно. Согласно постановлению, достаточно одного ко мне нет. ПЦР-тест давать дополнительно не нужно. Мне никакой информации. Я боюсь, я неправильно сейчас произнесу, потому что там более... Да, цепная реакция. Но это вообще в 83-м году уже запретено американским ученым. И до сих пор это один из самых эффективных способов применения айвирусной инфекции. Понимаешь, что в поле проходит, до сих пор самое эффективное. И сейчас это самый актуальный тест. Да. Во всех лабораториях. Во всех лабораториях. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, пока точно не решили, будем ли делать вакцину. За какое время лучше оповеститься в отмене бронирования. Надеемся на то, что может что-то поменять. Кроме начале августа. Ну, отменять это... То есть, вы вправе в любой момент. Желательно отзвучить ваше желание накануне. То есть, достаточно заранее. А отменять мы не рекомендуем. Потому что что-то может поменяться в любой момент. Но возврат и отмена бронирования происходят по условиям вашего счета. Которые мы отправляем обычно на вирус. Ну, вот как я говорил в начале нашего эфира. Что давайте смотреть на ситуацию иначе. А какие варианты? Я слышал, что и когда ты едешь за границу, нужно сдать ПЦР-тест. Когда прилетел потом, спустя несколько дней, когда ты уже прилетел. То есть, вот эти от ПЦР-тестов не уйдешь, а вакцина. Но вот как все движется, то я не исключаю, что скоро из Петюшка, например, я буду ставить. В Ливе заходишь, раз, поставили. Не, ну, а просто такие варианты. Смотрите, уже там работать без нее нельзя. А заселяться в гостинице без вакцины нельзя. Ну, либо решайте проблему это, либо делайте вакцину. Я думаю, что всем так или иначе придется делать вакцину. Ну, вопрос в том, какую. Да, там, спутник М, кови-вак. Это аббревиатура ученого, который выходит в сентябре-октябре. Все время забываю, могу в комментарии написать. В общем-то, выбор есть. Что касается, вот, там, многие говорят, там, вот, там, мой знакомый сделал. Правда, я его, этого знакомого два раза в жизни видел. И у него что-то там случилось, там, нога отказала. Да, да, ну, люди под машину попадают, там, в которую прививку сделали. Не надо себя на прививку списывать. Не самое плохое, что попадает в нашу вину. Я думаю, что. Ну, придется нам сделать все. Давайте быть реалистами. Сегодня вышли изменения, мы их, да, зачитали. Если вдруг, ну, сейчас стало в эфире людей побольше, пока Лена к следующему вопросу перейдет. Я еще раз быстро озвучил, быстро озвучил. При наличии сертификата о вакцинации надо сдавать тест. Вопрос. Нет, тест не нужно сдавать, если у вас есть сертификат о вакцинации, вам это не будет достаточно. Здравствуйте. Приезжаем к вам в июле. Скажите, пожалуйста, детям тоже нужно сдавать ПЦР. Вот как раз-таки об изменениях сегодня, которые вышли детям нужно, но для детей старше 6 лет. А до 6 лет сдавать тест не обязательно. Еще раз для тех, кто подключился сейчас к эфиру, я зачитаю постановление, которое вышло прямо несколько часов назад. Власти Краснодарского края разрешили и после 1 августа селить в отеле не только привитых, но и переболевших коронавирусом. В гостиницах Кубани отрицательный тест на ковид при заселении не потребуется детям до 6 лет. Это тоже постановление. Ну и переболевшие ковидом не более полугода назад туристы смогут заселяться в гостинице на Кубани без ПЦР тестов и вакцинации, сказал губернатор. С чем я вас, смотрящих это видео, поздравляю, что все стало как бы немножечко проще и немножечко легче. Гораздо классно. Да. Ребенку полтора года. Нужен ли ПЦР в августе? Нет, не нужен. Нет, не нужен. Дети тоже сказали, да. 6 лет. Так, добрый вечер. Какие цены на двухместные номера в начале сентября? Ну, мы уже постепенно переходим. Кстати, да, в этот эфир вы можете задавать вопрос, кстати, и вашего отдыха, и проживания в гостинице «Прибой СПА». Какие цены, Лена, на двухместные номера в начале сентября? Начало сентября, смотря какой-то риф интересует. Тариф только с завтраками, к примеру, у нас включены завтраки, посещение открытого бассейна, мини-аппарк на территории, транспорт до набережной и парковочной территории, детская анимация, взрослая анимация, вечерние шоу-программы. Все это входит в стоимость проживания 5600 рублей на двоих. Если мы рассматриваем с вами тариф полный пансион, то что более выгодно для вас, то уже входит обеды, то есть полностью питание на всех проживающих, посещение спа-комплекса, это большой бассейн и 5 парных. Пинская, парная русская, парная арома-сауна, садная комната и хамам. 9600 рублей на двоих. И также входят лежаки на центральный пляж. Тариф полный пансион гораздо выгоднее будет для вас, нежели просто завтрак. То есть вы так и так будете тратить на питание, только это мы уже сделали вам комплексом на территории отеля, никуда выходить не надо. И большая шведская линия, большой бюджет, и еще есть два комплекса, причем стоимость проживания. Поэтому я считаю, надо брать. Так, ну то ли еще раз проговорить, то ли ребенку один год точно не нужен ПЦРТ, я писала билет, бла-бла-бла, говорили, что нужно. Информация обновляется каждый день. Вчера мы были еще уверены, что нужен. Сегодня вышло послабление в постановлении. И вот Рома зачитал, до 6 лет детям ПЦР не нужно. То есть это вот буквально час назад вышла информация, и мы вот с вами по горячим следам. Ну то есть все более-менее становится как бы понятно, да, и опять же, да, вот то, что информация проявляется, мы ее до вас, до вашего сведения доводим. Что будет завтра, мы посмотрим, если будет что-то выходить, тоже сделаем эфир. Пока что новости приятные, ответы на ваши вопросы, так сказать, половины, я думаю, что точно могут спокойно ехать, и тем более в июле вообще спокойно. Обзор пляжа очень просят. Ну, сделаем, я думаю, обзор пляжа, да, тем более там и гостиница прибой на берегу ждет, поэтому сделаем, хорошо. Это принято. Про тест ПЦА, ну это уже ответили. Так, добрый день, мы заселяемся с 3 августа. Какие документы нужны взрослым? С 3 августа? Взрослым. Давайте прямо читаем, чтобы не быть голословным. В августе, с 1 августа при заезде взрослым необходимо при себе иметь или сертификат о вакцинации, QR-код, первый компонент, второй компонент. Главное, чтобы вы были вакцинированы. Если у вас медотвод, необходима скрафта и тест ПЦР отрицательный. Или же, если вы переболели в течение полугода после того, как вы переболели, вы имеете право не делать вакцинацию. И опять же, заселение по справке вашей болезни и отрицательный ПЦР от ТЭС. Мне кажется, я все смеюсь. Да, еще я помню, был такой вопрос, что типа вот мы заселились в отель, в общем-то, в конце месяца этого. И в следующем, типа нужно, выезжаем. Но это не нужен ПЦР от ТЭС, только при заселении с 1 июля. То есть сейчас, если вы, например, заселились в отель и выезжаете 5 июля, допустим, то и ничего страшного. А от вас ничего не нужно больше, чем. Поэтому расстались. Такой вопрос тоже был. Если есть противопоказания к вакцинации, в этом случае нужна только справка. Справка и отрицательный ПЦР от ТЭС на всех проживающих. Дети до 6 лет освобождаются от ПЦР от ТЭС. С 1 августа детям до 18 лет сертификат о вакцинации не нужен. Детям до 18 лет не делают вакцины. А нужен отрицательный ПЦР от ТЭС. С 1 августа, если июля, а с 1 августа. Информация на данный момент не такая. Сертификат от любивка достаточно будет в электронном виде. На госуслугах, да. Можно не обязательно распечатывать, вы можете отправить нам на почту. Кто-то к нам. Давайте попробуем. У нас в прошлый раз не получилось. Ну, лихая беда начала. Посмотрим. Кто-нибудь. Между тем, мы находимся во внутреннем дворе припой спа. И вот такое сказочное атмосфере. Люди ужинают. Сейчас играют трипро, живая. Я вот... Нет, ее еле-еле видно, музыканты. Тем не менее, это очень слышно. Ребенок 8 лет, заезд 29-й в 07-й, ПЦР не нужен. Нужен. Это же не 29-й в 06-й, что было вчера, а 29-й в 07-й, поэтому... Дети до 6-ти лет. Да. 8-м лет тем более. Напоминаю, я просто вижу, что люди, они эти вопросы спрашивают. Не забывайте о том, что в аэропорту Сочи со вчерашнего дня функционирует экспресс-лаборатория, где вы можете при лету сдать ПЦР-тест. И по цироанализе ПЦР-теста ваш был готовый результат уже через 2 часа. Это очень круто, поэтому... Если вдруг вы что-то не успели, либо хотите сделать это наоборот здесь, пожалуйста, 2 часа, я вам готов. Слышала, что из 1-го августа можно будет слиться без садиката приведенных только по ПЦР-мест. Потому что, если у вас медотвод, если у вас противопоказания приведки, вам при себе иметь нужную справку по медотводе и отрицательный рецепт ПЦР-теста. Прямой супер, супер. Мы заселяемся 7 июля, с кожи вакцинированы 2 сертификата бумажный и сходом берем с собой. Нужно ли нам делать тест? Нет. Если есть сертификата вакцинации, тест делать не нужно. Вот, кстати, только что я ответил на вопрос, но еще раз отвечу. ПЦР-тест должен быть не старше 72 часов. Что делать, если мы в поезде только едем 72 часа? Вы приезжаете сюда и на месте, здесь, в экспресс-лаборатории. Делайте этот ПЦР-тест и через 2 часа эти результаты будут у вас наоборот. Также вы можете сдать тест, он делает полтора-два дня, вы его получаете, получаете его на электронную почту, и он у вас действует 75 часа с момента получения справки. Ну да, вот такая вот гидрость, большая лайфхак. Нет, давай назовем это прописано в постановлении губернатора КСДАС-лабора. Окей. Итак, едем дальше. Друзья, все-таки становится все более позитивно. Что с детской анимацией в текущих ограничениях? Да, на детскую анимацию в текущие ограничениях не сказываются. Приезжайте, отдыхайте, и ваша жизнь тоже отдохну. Опять же, про бумажный вариант. Нет, можно в электронном виде отправить на почту, нам на WhatsApp, Viber, вообще, куда угодно. Распечатать у нас здесь, можно оставить бумажный носитель. В любом варианте. На посылок, в фиор-фоль, по почте, распечатать на 4 брюсси. Это израиль. Главное, чтобы он у вас будет 3-я есть. Мы сейчас пытаемся подключить нашего гостя к реквизию. Может быть, что-то не так делая? Подожди. Да, если кто-то, кстати, захочет сейчас поучаствовать в прямом эфире и спросить face-to-face вопрос, лицом к лицу, пожалуйста. А вопрос, вот ниже. А, волосик удобно. Да. А мы с тобой колхозниками помотаем. Ну ладно. Введите в питание мороженое, полный пансион. Пожалуйста, хочется людям мороженого. Мороженое? Я бы сейчас съел мороженое. Я вас лично понимаю. Ну мы как бы прям вечером сегодня поговорим. Да, просто я просто... Что он думает о мороженом? Мы подумаем. А заселение идей по новым правилам. Расскажите, пожалуйста, уже рассказали. Раз в 4-5. Это, наверное, все, 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 все. Так, почему СПА работает только 3-4? СПА выполнено заселение, очень неудобно. Да, мы сейчас решаем технические вопросы. Не получается вести работу более 3 часов. У нас уже сегодня у меня лично обрабатывала эту просьбу. А мы стараемся делать это. Я думаю, в ближайшее время мы увеличим время работы. Технически мы дожидаемся всех нюансов. И в ближайшее время. Да. В общем, замечание принято. Будем работать над этим. Ребенку год и полгода необходимо ли сдавать ПЦР? В 2006 лет нет. Нет, нет. Опять. Нужен ли ПЦР-тест ребенку до двух лет? Заселимся 23-го июля. Будем до 4-го языка и документы мы должны. То, что вы должны предоставить, вы смотрите, все правила действуют при заселении. Если у вас при заселении государство требует продевать ПЦР-тест, не мы требуем. Это требует у нас государство. Государство поручило отелям взять у своих постояльцев ПЦР-тест. Соответственно, в июле ПЦР-тест и все. Здорово заселять. Божили без ПЦР-тестов, без ПЦР-тестов, без ПЦР-тестов. Так что это были вопросы, которые выросли. А, привет от Майты и Ольга. Ну, вы же оценили, как мы быстро отреагировали на вашу просьбу. Я, на самом деле, Ольга, буду отлично признателен, да? Если вы сейчас в комментарии напишите. Пребой объективно супер. Не просто там, а то, что мы в воскресенье прямо, как вы сказали, так и сделали, да? Вот просто моментально отреагировали. И мафию мы проводим. Кстати, если вы будете заезжать в прибыль, в мафию игра очень классная. Классные поводы познакомиться. Просто просто провести время. Так, привет при тарифе. При тарифе полный акцион ежедневно вляд. Резервируется или нет дефицита? Нет, дефицита не бывает. Лежаки не резервируются. Но там очень много сокровных чеков. Очень много, в принципе, лежаков. Поэтому всегда бывает профицит. То есть, профицита нет. Профицит лежаков наблюдается. На пляже в Азаресском наблюдается профицит лежаков. Пожалуйста, приезжайте, разбирайтесь. Не, на самом деле, пляжи так по-идельски забиты. Я хочу сказать так, между нами. Профицит. У нас, да. У нас профицит лежаков. Да, это я в театре. Не забывайте, да. Пляж и Арарий – это театр. Значит, что у нас тут еще? Ну, друзья, вот еще один вопрос. Что хотят? Ловим на профиците. Поймали – хорошо. Предъявите нам. Потом лично Лена притащит. Он, смотри, лежат, если такого не будет хватать. Ну что ж, друзья мои, сейчас самое время перейти к вопросам, касательно вашего отдыха. Либо пребудьте в спальнику, на руке Лазаревская. У вас буквально есть несколько минут, иначе мы будем завершать этот прямой эфир, который, на самом деле, довольно-таки позитивно прошел, потому что новые новости от губернатора Казахстанского края, которые все-таки обнадежили индустрию, я так скажу. Сегодня мы уехали из этого прекрасного отеля. Все супер. Сейчас в дороге, в аэропорт и уже скучаем. Ждем вас снова. Да. Давайте еще минуточку, мы ждем ваших вопросов. Либо такие же прикольные комментарии. Вопросы все одинаковые, на самом деле, даже не несмотря на то, что было выложено. Вопрос-ответственно. Ну, слушай, ну реально, Лена, волнуются люди. Я понимаю, что... А, как и люди, там, готовили в офис, вот, и им заявляют, давайте делать в офис, давайте ПЦР-тест, а если нет, а если то, а люди не сталкивались с этим, в офисе, а ли это вакцины, когда жить не было. И они голова такая разрываются. А у нас что бронировано? А сюда плачут. А как это? А как это? А может, Турция? Ну, это в Турции два, надо две вакцины делать, да еще и привозка о значении ПЦР-тест. Вообще, и мы понимаем ваши эмоции. Мы реально понимаем вас и стараемся так, чтобы на все ваши вопросы, переживания, отчаяния отвечать максимально быстро. А вот Ольба, я припомню, что он не ответил все-таки на мою просьбу о том, чтобы черпнуть, как вы быстро отреагировали на ее просьбу. А так, а мы во время пребывания у вас решили еще и пожениться. В совместных порядок с полезным, так сказать. Дорогие молодожены, в таких нелегких условиях коронавируса в стране, мы рады, что отель Прибой-Спа доставил настолько много этих позитивных и незаконных моментов в вашей жизни, что вы даже решили пожениться. А может, вам настолько понравилось, что вы не посели к сфотелям. Ну, теперь мы каждый год ждем вас на подальшую свадьбу. С нас приятно, кому нет. Короче, ловите нас на слове, чтобы вы ничего не забыли. Спасибо за эфир, сохраните эфир, сохраним эфир. Ну что ж, очень позитивно, я считаю, что прошел эфир, и позитивные отзывы, и даже люди поженились. Все это приятно слышать, наблюдать, и мы рекомендуем вам не переживать. Это не самая большая проблема в жизни, этот коронавирус, и это тоже пройдет, как говорил Великий. Поэтому, и это тоже пройдет, и коронавирус пройдет. Но вот ваши воспоминания, которые вы переживете здесь, у нас в Любой СПА, в Лазовском, останутся с вами очень-очень долго. Поэтому приезжайте, не бойтесь. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok